Уважаемый Айдорисович, уважаемые участники Торжественного Собрания, я хочу искренне поздравить вас с двумя цифрами. Хотели бы вы того или не хотели, мы будем говорить об этих двух цифрах. Когда я говорю об Иравонке, я понимаю, что в той или иной степени мне придется использовать свой личный опыт общения с Иравонкой. Я вспоминаю то время, это было 4 года назад, когда я приехал сюда для службы в Ереван. Но нужно каждому человеку, будь то дипломатом, просто человеку, нужно определить ориентиры. Для дипломата очень важно определить ориентиры информации, откуда ее черпать. И мы с вашей красавицей Зарой, у нас здесь, по-моему, да, мы рассуждали в студии Иравонка на одну тему. Я сейчас не буду говорить, что это была за тема, но довольно непопулярная тема, после которой я дожил себе много врагов в лице чиновников. И я потом думаю, дадут ли мое интервью в эфир. Однако Ань Борисович казался смелым человеком, и интервью полностью пошло в эфир. С ним многие ознакомились. Ничего он не боялся, ничего, ни на что внимания не обращал. И хотя Майор Борисович нажили, как я сказал, много врагов, тем не менее я ни о чем не жалею, и это было сделано правильно, было сделано объективно. Я был еще не опытный дипломат, это уже я потом понял, что язык дипломату дается для того, чтобы скрывать свои мысли. Так что для меня в самом начале службы Яровонг это источник информации, причем правдивой информации, в море лжи, фальсификации и фейк. И до сих пор, 4 года, я всегда смотрю вашу тему, и всегда вы даете информацию действительно положительную, не в том смысле, что ее легко воспринимать, а в том, что она правдивая. Что касается, Айда Борисовича, лично вас, то я, хоть мы не часто с вами видимся, тем не менее, вы замечательный человек, я считаю вас своим другом. И тогда, когда мы с вами встречаемся, это просто удовольствие от общения я испытываю. Вот те, кто эту цифру на экране видит, хотя не на экране, рядом 60, вот здесь вот сидят мужики, которые это уже прошли. Я тоже это прошел, 60. И хочу сказать, Айка Борисович, что это только начало жизни, самый такой классный период. Поверьте. Так вот, когда я говорю об Айке Борисовиче, я начинаю вспоминать одну вещь. Вот мы с вами, помните, люди моего поколения, нас заставляли изучать научный коммунизм, историю КПСС, наверное, помните этот период. И нам всем говорили о том, что личность в истории, она относительно мало места занимает. Так, между прочим, вот Айк Борисович, его личный опыт, мне кажется, перевернул эту историю, перевернул марксизм и ленинизм. И именно такие люди, как Айк Борисович, они двигают историю, они двигают развитие общества. И даже в тот период, непростой, сложный, который сейчас переживает Армения, я бы сказал, в период разгола демократии, этот человек делает свое дело смело, ни на что не обращая внимания, для Армении, для армянского народа. Спасибо вам большое, Айк Борисович, еще раз вас с двумя этими датами. И вспоминайте постоянно мои слова. 60 – это только начало.